Компенсационные выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми людьми станет оформить проще. Необходимые сведения сотрудники пенсионного фонда будут получать через федеральные информационные системы. Подробности в нашем следующем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь, полагаются ежемесячные компенсационные выплаты. Денежную компенсацию по уходу могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники, при условии, что они официально не работают и не имеют никакого дохода. Категории, за которой осуществляется уход трудоспособным гражданинам, относятся инвалиды первой группы, лица, достигшие возраста 80 лет и детские инвалиды. Для оформления права на получение денежной компенсации требуется направить в Пенсионный фонд определенные документы. Прежде всего, это заявление того, кто осуществляет уход, и заявление от того, за кем ухаживают. Принимают бумаги в любом территориальном отделении Пенсионного фонда Российской Федерации. Заявление на выплату можно заполнить также в личном кабинете на сайте ПФР. Сумма выплат данной категории граждан составляет 1440 рублей в месяц за каждый месяц ухода. Что это обозначает? Это означает следующее, что пенсионер, за которым осуществляется уход, к своей пенсии получает дополнительную выплату. Она называется компенсационной. И эта компенсационная выплата зачисляется вместе с пенсией на тот счет, который указывает нам пенсионер, если это банк. Либо приносит почтальон домой пенсионеру, если пенсионер выбрал себе способ получения через почтовое отделение. В 2021 году изменились правила и условия оформления документов для получения ежемесячной компенсации по уходу за пожилыми и маломобильными гражданами. Суть изменений в упрощении оформления. Максимум информации пенсионный фонд будет получать из общих баз и реестров. Кроме того, к уходу за пожилыми людьми теперь более широко можно привлекать подростков. До 2021 года законом предусматривалось, что если уход за нетрудспособным гражданином осуществляет ребенок 14 лет и старше, то в данном случае требовалось согласие родителей и согласие органов опеки и попечительства. В 2021 году такого согласия не требуется. То есть ребенок может самостоятельно, 14-летний он имеет паспортные данные уже, он получил гражданство Российской Федерации, и он имеет право самостоятельно принимать решение осуществлять уход или не осуществлять уход за нетрудспособным гражданином. При этом компенсации по уходу шире, чем просто денежные выплаты. Периоды ухода засчитываются в пенсионный страховой стаж человека, осуществляющего помощь. За год такой работы гражданину также положен 1,8 балла к страховой пенсии. Эти меры введены для тех, кто занят уходом за больным человеком и по этой причине не может работать и, следовательно, формировать страховую пенсию.